Всем приветики. Доброе время суток. У меня сегодня обновочки, инновации. Олесечка, Олеся, помаши приветики всем. У нас сегодня очень насыщенный день. Мы едем сначала с подружками в Шверин. Девочки там Саша, ну и Алена, вы уже с ней знакомы. Также Олеся со своими игрушками. Ну и Ростик, да, еще там у девочки сыночек. Решили съездить в город, так что у нас сегодня будет такой насыщенный день. Мы едем в город, чтобы... Ну иди, маме постучи, она откроет. Вот. Мы с детками, конечно, собираться очень долго. Не представляю, как мамы с ними сильно справляются. Это вообще... Так вот. Перевозка для Ростика. Моя цель поездки. Нужно, чтобы Алена взяла там выписку с банка. Ну, короче, когда она мне приводила деньги в Украину, нужно, чтобы это все было на бумаге. Так как в Германии попросили отчетность, каким образом в Украину я получила деньги. Но нужно доказать, что это Алена сняла деньги с моей карты в Германии. И эти же деньги с выплаты отправила мне в Украину. И не знаю, через какой-то там... То ли Вестер Юниор, Пайпал. Короче, я с этим не особо разбираюсь. Так вот, нам нужно взять бумажечку. Будем разбираться. Так, где наши красоточки? Давайте посмотрим на нашу маленькую банду. Девочки, хорошо, что мы здесь живем сразу возле... Что мы здесь же? Это не Господи, это я. Что мы живем сразу возле остановки. Вот наша банда. Малой, бутон и маск, крыс. Олеся, покажи игрушки моим любимым подписчикам. Девочки, вы бы знали, сколько стоят эти прекрасные игрушечки. Одна игрушечка 10 евро и вторая 10 евро. А, также сегодня Алене уже нужно будет покупать то ли зимнюю обувь. Надеюсь, она же не хочет осеннюю обувь покупать. Вон, упаковываем малого. Так, что еще? Покажу вам цены или даже сделаю два выпуска. Что такое? Ой-ой-ой, Олеся, модница. Пособирали всех по всей Германии, так как одни ехать никуда не хотим. И всегда берем с собой подрубник. Может, здесь познакомились, так что есть у нас. Алена, ну че ты где? Кстати, у нас до сих пор действует масочный режим в Германии. Поэтому всегда в кармане у меня респиратор. Ну что, посмотрим, какие там цены. Покажу вам город Швирин. Ну, поехали. Приглашаю всех провести с нами сегодняшний день. Спонсор моей поездки, Алена. Вот заплатила 10 евро. За себя, за меня. Вот. Хорошо, как залезть, платить не надо. Вот видите, мы законопослушные. Все едем в масках. Я даже в респираторе каком-то. Так что все замечательно. Распорзлись по всему автобусу. Еду я короче. И Алена такая мне говорит. Тикет-билет в долг. Это бесовестный людина. В долг. А я говорю, Алена, в долг это когда мы должны быть уверены, да, Алена? Что мне что-то хотя бы выплатят. А это может быть не в долг, а в благотворительность, Алена. Как ты относишься к благотворительности? Погачка на флоруске. Сейчас стоим. Я никак не отношусь к благотворительности. Алена, пожалуйста. Я продаю. Что ты хочешь себе купить сегодня? Нет, ботинки. Все, поднимемся, какие тут, кстати, ботинки. Так что мы поехали. Осень. Золотая осень. Сыночка, садись. Сыночка, садись. Какие красивые зеленые поля. Моё любимое место, когда я здесь проезжаю, всегда смотрю на этот прекрасный зеленый лес. Вообще красота. Сыночка, садись. Дорога. Путь. Это ж как красиво ехать в таком лесу. Приятно. Вот в изу ребеночка, Алена. Пойдем. Покажи город Шверин. Это мой папарацци Алена. Тренировочка, тренировочка. Ребята, посмотрите, какие прекрасные здания сегодня. Замечательная погода. Виолетка расскажет все поподробнее. Ну, это град Шверин. О, смотри. И украинская денежка. Боже, девочки, подъявится. Прошлый век маникюра. Слушай, а тебе идет с колясочкой. Тренируешься? Напишите, зрители, как вы считаете, во сколько девушка должна рожать первого ребенка? На ваше личное мнение. Мы уже весь сняли. Успокойся. На столбик. Не, ну, город действительно очень красивый. Это церковь. Там есть еще музей. В этой церкви нужна будет как-то... Там фонтан. Очень красивый. Да, правда, с меня никакой папарацци. Вот так и проводим мы свои дни. Выезжаем в город. Так что? Сейчас пойдем документ забрать. Распечатку Алены, что она меня спонсировала. Если она мне еще и вкинет с этой бумажкой... Вон, снимайте красивые знания. Так, я отрешила. И дальше у нас. Красота. Что, уезжать будем вместе отсюда? Ты же видишь, карма, дорогенька, карма. Два плохих человека должны держаться вместе. Один злостный нарушитель, получающий штрафы на велосипеде. В Украине штрафа ни одного не получила. Зато в Германии. Так, тут уже много людей топает. Поэтому будете смотреть мое лицо вблизи, да? Да, да, да. Я уже задала вопрос. Во сколько нужно рожать ребенка? Вот мне уже 26. И, наверное, я уже не успела. Алена, во сколько ты родила? Я родила в 21 почти. А ты, Саша, во сколько? Я. Первого ребенка? В 19. В 19. А второго в 20. И в 20. Ну, ничего, Виолетточка, будешь старородящей. Ничего страшного. Воспитаем, поднимем на ноги, поможем. Коляску, если шум, она же есть. Да, да, да. Такие удивительные разговоры. Осталось только парня сюда катапультировать каким-то образом. Он не приедет. Принципиально. Никогда. И на Украине, и на родине. Ну, ты поедешь. Что делать? Магазины с вещами. Да, это Second Hand какой-то. А, да? Ну, да, на Second Hand похоже. Пойдем, Алёна. Пойдемте. Вон, сливые какие-то. Это, наверное, трамвай. Больше на трамвай похоже. Не, ну, здания тут действительно очень красивые. Такие гости приедут, даже не пропустила две машины. Вот. Ну, все, давай дальше заснимем. Мы расскажем, чем это все закончится, да? Да. До скорых встреч. Каких до скорых встреч? Ну, да, до скорых встреч. Следующее видео, посмотрите. Следующее видео. Цены, шоппинг. Покажу вам H&M и так дальше. Чу! Субтитры сделал DimaTorzok